друзья всем привет в этом видео я хочу раскрыть такую тему как вибрации на наших квадрокоптерах к сожалению вибрации здесь переследуют нас повсюду и это реально проблема эти проблемы проявляются как на камере постоянное желе так и в принципе на управление нашей игрушкой сходит с ума гироскоп и полетный контроллер ведет себя неадекватно проблемы я знаком не понаслышке при первых моих сборках квадрокоптера и при первых полетах все что я увидел в шлем это сплошное желе нормального изображения не было в принципе все тряслось все плясало вошли какие-то сплошные помехи полоски и все это происходило именно из-за сильных вибраций все передавалось в камеру кроме проблем с камерой была еще очень большая проблема с самим полетным контроллером вибрации очень сильно давали в полетный контроллер и сходил с ума гироскоп при этом квадрокоптер себя неадекватно вел в таких режимах как удержание высоты или удержание позиции по gps или при возврате домой он не мог нормально стабилизироваться и удерживать газ на там плюс-минус одинаковом уровне он прыгал по газу от нуля до ста процентов и квадрокоптер возвращался домой не просто прямо блинчиком а как по волнам прыгал то вверх то вниз причем на метров 10 его подбрасывала вверх потом он падал вниз подбрасывал вверх падал вниз а конкретно вы можете наблюдать вот здесь сначала я думал что проблема с барометром подкладывал под него всякие поролонки чтобы туда воздух не сдувал но все оказалось гораздо прозаичнее проблема была именно из-за вибраций так как же побороть эту проблему первым делом надо понимать вообще откуда идут вибрации вибрации у тут моторов и пропеллеров самая разбалансированная часть в нашей игрушки это конкретно пропеллеры то есть вам необходимо идеально балансировать пропеллеры если у вас учительное желе на камере или квадрик ведет себя неадекватно как видите у меня на каждом пропеллере стоят вот такие вот из изоленты полосочки все подобрано по вес подогнано и балансировал не свои пропеллеры вот таким вот станок про это было даже отдельное видео можете посмотреть его тут очень нужная вещь стоит копейки и серьезно позволяет избавиться фактически от этих проблем полностью но даже если все-таки после балансировки пропеллеров у вас осталось сильное желе сильные вибрации то следующее что вам посоветую это вот такие вот силиконовые прокладочки под моторы стоят тоже копейки ставятся они непосредственно сюда вот под моторчики и моторы фактически отдают вибрацию в них они тоненькие примерно миллиметр полтора толщиной и неплохо гасит вибрацию я как-то пробовал пользоваться но скажу честно потом я их снял снял почему во первых я использую моторы с обязательной защитой падал неоднократно падал и это защита реально спасает моторчики от ударов во землю а грязь и так далее а если мы будем брать пирог такой как рама защита потом вот эти вот силиконовые прокладочки и уже после моторы то не хватает длины болтиков на самом деле можно поставить болтики побольше но у меня других не оказалось поэтому эти штуки я снял да и моторы с ними как-то хлипенько держались надо обязательно использовать локтайт на болты иначе можно в полете просто потерять моторы по поводу вибрации которые передаются на полетный контроль смотрите что хочу показать вот как у меня состоит моя башенка здесь идет сначала видеопередатчик после идет регуляторы оборотов 4 в 1 и сверху стоит полетный контроллер все это дело вот так вот крепится к башне все это дело вот так вот башенка крепится непосредственно к самой раме и вибрации от рамы очень сильно передавались на полетник до той поры пока я не стал использовать резиновые прокладки опять же на алике куплено за пару копеек вот такие вот для специально для крепления полетного контроллера антивибрационные такие вот вставочки здесь снизу идет как гнездо мама сверху гнезда папа болтики и они между собой внутри резинки не соединены они друг друга не касаются сама резинка гуляет но и тем самым создает как демпфер такой и гасить вибрацию вот так вот даже будет видно нагляднее как вы видите у меня их стоит аж восемь штук по кругу 4 снизу 4 сверху и на самом верху этой башни находится полетный контроллер даже если с обратной стороны квадрика подвигать полетный контроллер пальцем то видите вся эта башня двигается вверх арама она не касается и вот в этих 8 проставочках очень хорошо поглощаются все вибрации если просто будут стоять металлические или пластиковые болты то вся вибрация пойдет по ним в полетный контроллер а здесь же мы полностью изолируем наш полетник от вибраций и еще один совет по поводу желе на камере мой вам совет такой обязательно камеру крепите к раме намертво чем лучше она закреплена тем меньше будет желе на камере видите у меня камера прикреплена через такую пластиковую проставочку специальную под крепление вот такая вот у меня была старая камера с таким креплением именно из-за этого крепления из за того что она не жесткая были на камере очень сильное желе кажется что и зажато она здесь хорошо но этот пластик гуляет и создает очень сильное желе при вибрациях на нашем видео вот такие вот несколько полезных советов если собрать все в кучу обязательно балансируйте пропеллеры если есть возможность ставить вот такие вот силиконовые прокладочки под моторы полетный контроллер обязательно изолируйте от рамы на резиновые проставочки и хорошо крепите камеру непосредственно кроме намертво чтобы не было на ней вибрации и тогда у вас будет все окей кому понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал смотрите другие видео заглядывайте в описании всем пока